девочки всем привет привет мои проничкины гости нашего канала спасибо что нашли время и заглянули к нам на канал а я наливаю себе кофейку у меня закончились закончилось молоко сливки сухие открыла еще не пересыпала хочу со сливками попробовать но нет у меня молока я хочу кофе не могу не могу без молока кофе пить вот друзья спасибо вам большое за лайки за комментарии за хорошие комментарии спасибо видео где я плясала хороший комментарий написали ну конечно обошлось не без плохих комментариев которые были ну совсем уж не очень я удалил девочки заблокировала тех пользователей не надо мне на канале таких потому что мне это нравится самое главное поэтому я буду снимать и я снимаю для своих зрителей я когда смотрю такие видео девчонки мне самой хочется в пляс пойти но люблю я народные песни вы знаете русские народные наши песни вот обожаю и не только наши мне вообще народные песни нравятся вот например знаете нравится мне вот на свадьбах на свадьбах тоже вы видимо народные включает потому что я смотрела на ю тубе свадьбы татарские ох там пляж там так весело все это заводит мне как-то андрей ездил не помню как командировку с кем-то он ездил он же водитель кого-то возил куда-то уж не помню помню что он говорит мы попали на свадьбу и там татарская свадьба там так они наташ плясали у меня ноги в пляс пошли с вами говорит вот или хотели пойти или пошли много это очень весело я набрала в ю тубе как-то посмотреть как это у них там проходит и действительно там так весело ну и наши также народные я просто народные песни люблю поэтому вот знаете выбрала такую песню ну захотелось мне ну вот так знаете думаю почему вот не хватает девушек плясок не хватает раньше мы были молодые то в кафе пойдем то гуляли часто собирались молодежи но вы молоды собирались прятки были я всегда мы если у нас какая гулянка мы чуть-чуть выпили поели у меня обязательно в пляс надо а помните тогда девяностые пошли вот эти кафе начали открывать вот эти бары у нас не обходилось без этого нам больше хотелось поплясать мне андрей такой же плясу ну сейчас конечно нет он смеется говорит но если уж я вылезу в пляски говорит сразу высылайте мне санитаров тоже ну вот так вот ну а без таких комментариев гадских не обошлось я была готова на это если я иду на это девочки я знаю что обязательно кто-нибудь напишет ну больше хороших а кто-то написал завидуйте молча я всегда говорю ну захотелось мне нравится так вот нравится но не могу же на улицу пойти плясать иногда музыку включаю и одна пляшу дома вот никого нету а я пляшу мне хочется пляски же говорю тут раз когда я группу садко постоянно слушала песни здесь у меня стояли две колонки на батарее и я вечно включала а здесь они как-то в студии если они поговорят поговорят и пляски поговорят поговорят но песни сосед тогда слышал андрей говорит слушай у нее мужики ходят у него гулянки собираются считается как упорядочный мужик доложил какой ну вот так вот так короче ну как бы вот так девчонки боевое крещение прошла пляска там санс василиса немножечко тын-дын-дын а здесь я уже сама но мне хотелось вы знаете я между прочим заболела болею несколько дней вот вчера уже мне полегче стало сегодня опять у меня горло вот это горло знаете как вот ободком вот так вот режет прям горло хотя я лечусь первые несколько дней я сидела на пакетиках обходилась так пакетики растительные думу с витамином c думаю обойдусь вот не обошлась потом уже выпила тарафлю чувствую нет и буклин все равно вот знаете как будто свербит чихаю но насморка сильного нет ну как будто бы там все таки ну забито что-то но хотя принципе больно то нет что вы думаете даже чай кофе пью она не горячая но она не сильно горячая но чуть-чуть от холодного и от горячего болит даже горло первый раз такой я сама не пойму вот и я уже на это а вот еще горло гилангин вот такой вот плащу горло обычно мне знаете как гексарал мне знаете его обычно хватает пару раз и все здесь я не пойму что с моим горлом ну начала конечно против вирусные у меня лежали я не буду название называть если кому-то надо будет может потом скажу потому что он по рецепту этот препарат противовирусный но тогда когда началось вот это вот знаете по ветре месяца три назад всех горло сильно болело и шел как-то все говорили может это свиной гриб там лептичий гриб но что в такой тип такого говорили поговаривали ну и у нас начали хватать я решила себе взять что он 777 110 капсул но я решила взять вот взяла его теперь пью знаете в принципе я сильно не болею нет такого у меня недомогание ничего но горло режет не могу вот так а я собралась магазин прогуляться у меня не огурцов нету не помидор не позавчера у меня внучь пришла я после работы они уехали отдыхать дети отвезли ее к тем к дедам к моим родителям она там у них была я отработала и туда за ней но естественно не купила не помидор не огурцы зашли только вкусненького купили у нас вот в березке здесь и пришли домой а вечером все-таки нее забрали она вечером говорит я марине говорю оставляйте и она говорит ну посмотрим пусть домой идет потому что она тоже болела до этого но уже она выздоровела я позже вот заболела температурка была и все она говорит друг ночью поднимется а здесь она и сама часов в один папа я домой хочу ну вот и варен здесь звонит я говорю ну а нам говорит домой но она говорит давай на я ничего не купила вчерашний день я никуда не хотел вообще пойти я целый день дома валялась вот немножко видео вам снимала потом пошла в гараж там катя лишь рыбу жарили я рыбки взяла какая рыба вкусная наша речная рыба но мне кажется это гибрид я не спросила гибрид по моему я люблю гибридов волжских обожаю вот это волжский видать был потому что мне кажется вот речной он пахнет вообще не пахнет иной ничем вот так вот и поэтому сейчас мне надо сходить купить помидоры огурцы ну кое-что еще подкупить надо а я еще достала капусту капуста у меня размораживается у одного блогера увидела капусту на несколько дней кладет в морозилку потом достает якобы я видела как у него листы прям отходит очень просто чик-чик-чик он прям срезает сейчас она растает должна я вспомнила сегодня достал с утра вот хочу глупцов сделать ну вот так сейчас надо купить мне еще томат у меня закончился но я списочек написала себе сейчас пойду схожу что еще хотела сказать а спрашивали как я крашу волосы потому что многие спрашивают какой цвет получается я не знаю какой до этого нравился цвет или который сейчас девочки сходила сделала милирование отдала где-то 1700 вместе со стрижкой у нас в прихмахерской ну вот так вот мне самой сейчас нравится уже более-менее нормально сначала вообще все слилось я ничего не поняла сейчас меня как-то уже устраивает но мне подсказали что прикорневую делать вот еще милирование но локоны покрупнее делать и стрижку мне галина галина сказала на стриме тут раз я забыла что за стрижка галина если смотрите ну напишите что за стрижка это которая вы говорите мне пойдет ну надо надо посмотреть мне хотя бы картинки что там за стрижки ну вот так девочки сейчас достала вон косметику сейчас хочу крема помазку и по щипать немножко и все и пойду с кофе попью и побегу на улице солнышко сейчас там 8 градусов тепла ну день должен развеяться я думаю что там будет очень хорошо вчера ветерок был но ничего тоже нормально пойдет для апреля месяца дни хорошие ну как бы девочки вот так вот им 5 числа у папа день рождения 7 владельцы на рождении поэтому наверное пойдем вам сказала 6 на день рождения пойдем к папе надо вот чего-нибудь испечь но девочки видео с выходят задержкой но родители я думаю что снимать не буду потому что будет катя с лёшей но они не любят же чтобы я снимал поэтому но не хочу всех это баламутить зачем может быть так стол сниму что мама приготовила там я тортик испеку ну и так чисто немножечко так вот сниму вот так девочки все сейчас пойду не знаю в этом видео буду вам показать глупцы как делать не знаю девчонки посмотрим потому что я уже на лялякала 9 минут представляете кому нравится моя болтовня пишите вот так что-то еще хотел сказать девчонки но уже не помню ладно все сейчас пойду я примарафечусь и побежала я в магазин я уже дома пришла такая голодная есть захотела я думаю пожарю себе двоится вот купила продукты встретила знакомую магните простояла с ней целый наверное час точно вот он выхожу встретила мамину заведующую столовой где она раньше работала которая вот хорошая женщина такая я вам рассказывала с которой все были сотрудники сыты видео встретила она мне говорит пошли в гости я говорю что у меня дел полно все постарели так тоже я давно не видела хорошая женщина такая я говорю вам рассказывала всегда с ней сыты были всегда отрежет на уже девки идите есть всегда в первую очередь но другая была крым за все у нее голодные ходить дома вам рассказывала еду неси как и так с кого выработать да и приносить еду с собой ну это конечно ерунда вот но бывают и такие а это такой золотой человек дай бог ей здоровья не на замечательная женщина здесь есть телефон позвонил мне не стал ее она мне уже это я пойду она мне пошли ко мне в гости она там недалеко живет я груди нет дел полно думаю ну во первых я и не пойду я не люблю по гостям шляпка во вторых знаете я и болею дальше дальше от нее и другую тоже встретила я уж тоже ото всех подальше пока с одной ля 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 с другой ля 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 ну и короче вот так вот время уже он сколько это есть хочу говорю сейчас выложила думаю сейчас яичницу меня немного остынет а я пока вам покажу покупки что я купила зашла фикс прайс не хочу зажаривать яйцо хочу немного чтобы оно вот такое было знаете жиденькое есть чуть-чуть сливочного масла топленого добавила ой как я есть хочу кошмар мне такой аппетит в общем девчонки вышла чай заварилась вышла представляете до этого ринеколт выпила я начала потеть мне жарко а еще думаю наверное я малины с утра попила намешал все малину с горячим чаем попила как начала потеть еду и думала дура ветровку одела думать от меня всю продует я уже вот так платок а жарко но пока вот магните постоял и поговорила немножко с меня сошло думаю ну слава богу ну в общем вот так вот сейчас я уже на такси доехала вот сейчас покажу что купила зашла фикс прайс девчонки так я думаю меня будет видно так фикс прайс зашла формочки купила вот для куличей не знаю буду печь не буду печь но знаете возьму на следующий год останутся я боюсь куличи печь если я сейчас буду печь кулич я их все буду есть а я не могу держаться я люблю так такие рецепты обалденные я видела маффины маффины ну как то в общем это как улитка заворачивается так вот знаете такая вкуснятина не знаю может сделала 59 рублей три штуки больших таких вот потом зашла там сладости взяла так вот знаете всякие вот взяла сладости мелкие батончики два чупа чупса василиса ну любит ребенок это выросли на этой гадости и просит потом для специи вот такие взяла два кант 4 здесь контейнеры что они тоже 50 чем-то рублей оперативный поднос 299 вот такой подносик в общем взяла короче мне надо кое-что поставить поднос но мне давно понравился все его облюбовала смотрела вот убрала на него денежки думаю пойду куплю но наподобие чего-то такого там другой был но вот взяла вот так горшок 980 вот таких взяла 15 штук вот буду пересаживать огурцы падают вымахали я буду пересаживать так что им долго еще расти батончики всякие по 19 по 18 леденцы чупа чупс по 11 удобрения стимулятор 2470 а здесь еще янтарная кислота я взяла вот так удобрения 10 15 17 20 рублей вот такие так потом я зашла сырную лавку взяла вот такого сырку себе это знаете с топленым молоком я кусочек так зашла в магнит магните взяла хлеб там они пекут бородинский взяла пуханочку потом молоко взяла 61 рубль молоко хлеб 39 рублей томатная паста сейчас буду смотреть потому что знаете ценники одни а когда покупаешь уже цена другая дома когда смотришь сразу не глянешь конфеты по 399 рублей в общем взяла еще конфет не буду говорить цены почем какие в магните вот таких взяла и вот такие конфеты это я еще потом томатная паста 74 там она так и было 74 вот такую пасту томатную хлеб бородинский 35 рублей так молоко 6199 не знаю что за молоко первый раз такой взяла два с половиной процента потом так 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 улитку греческую взяла я не удержалась 4499 да сейчас буду с чаем пить так что диетчица такая иногда срываешься и хочется что-то поесть но невозможно знаете не есть невозможно хочется поэтому иногда можно девочки время у нас только 21 самое главное на ночь не жрать такого ничего калорийного а так можно знаете постоянно чтобы ничего не есть ты больше быстрее сорвешься вот чё я вчера рыбки жареные поела видели да например я выкладываю что рыбу естественное поела но правда еще не было видео где я ее ела ладно так листовой салат прошлый раз взяла по 65 рублей такой вкусный вот я вообще салат не люблю но этот такой вкусный салат я не знаю что за салат он же тоже разные бывает он вообще очень очень вкусный такой свеженький хороший ему прям спорола моментом вот такой тоже брала горшочек целый я его съела резала себе салатик сейчас хочу тоже салатика сделать и покушаю вот потом что я еще там взяла ну и все наверное а и желать желатин по 39 что ли желатин до 3599 два желатина 33 взяла потому что ну вдруг опять что из холодец захочу делать не будет и все потом взошло в овощной взяла пекинскую капусту по 120 рублей килограмм помидорки на веточки двести яблоки по 40 рублей остатки выбирала выбирала уже не очень хорошие но вот выбрала 4 яблочко более-менее огурцы огурцы наверное весна я так думаю тоже похоже на как весновки взяла 4 штуки 4 вот такие огурчики ну вот они по 200 200 250 лет картошка неплохая при приготовлении 35 рублей 2 4 картошки у тебя изюм изюм синий и белый взяла изюм он по 400 рублей и капуста по 20 рублей килограмм старая но вроде и все вот такие были у меня покупочки сейчас буду раскидывать все быстренько по местам нет я наверно сейчас прямо салата порежу на смысл не отчет я еще взяла на брызгал но капли и пошла и теперь у меня уж мыгает то у меня не шмыгала в общем вот такие вот покупки готовить я уже буду следующем видео девчонки буду делать голубцы буду делать еще кое-что готовить хотела бы конечно и запеканку но не знаю посмотрим так что вот так друзья ну все на этом буду видео заканчивать друзья вот еще хотела всех поблагодарить за комментарии за подписки кто у нас остается друзья в друзьях поэтому всем огромное спасибо оставайтесь с нами всего вам доброго до новых встреч всем пока пока